Чем запомнится уходящий 2018? Наверное, это главный вопрос последних дней перед Новым годом. Страна выбирала президента, достроили Крымский мост и утвердили пенсионную реформу. Это федеральная повестка, а какова же региональная? Традиционно, давайте подведем информационные итоги из сотен новостей. Мы постарались выбрать самые, на наш взгляд, заметные и важные. Давайте вместе вспомним, что же было в 2018. Пожалуй, главное и праздничное – вековой юбилей губернии. Ровно сто лет назад, 20 июня 1918-го, Ивановская земля получила новый статус Иваново-Вознесенской губернии. Столетие отметили многие органы государственной власти, а также система высшего образования региона. Буквально все выставки, концерты и мероприятия проходили под этой праздничной гидой. Мы же, журналисты телеканала РТВ Иваново, выпустили цикл фильмов о вузах края в подарок. Если еще не видели, рекомендуем. Центральное политическое событие региона – выборы губернатора и депутатов областной думы. Правительство возглавил Станислав Воскресенский. Экономист-международник уже сумел привлечь несколько крупных инвесторов, которые так нужны дотационному региону. Совместными усилиями властей и руководства РЖД удалось наладить высокоскоростное сообщение с Москвой. На Ласточке до столицы теперь можно добраться за 3 часа 40 минут. Пять вагонов повышенной комфортности вмещает до 350 человек. Теперь ивановцы мечтают о скоростной электричке до Санкт-Петербурга. Еще одно важное событие в железнодорожной сфере – реконструкция здания Ивановского вокзала. Обновляют не только фасад, но и залы ожидания, билетные кассы. В планах превратить один из вестибюлей в арт-пространство, где можно будет устраивать выставки и проводить концерты. Срок окончания работ пока не называют. Видимо, вокзал запишем уже в успехе 2019-го. В этом году областной центр заметно преобразился. Масштабное благоустройство затронуло вокзальную площадь, отрезок набережной от Соковского до Банного моста, Троицкий сквер на Пушкино и, конечно, площадь Ленина. Вместо серого асфальта там теперь симпатичная тротуарная плитка. Поставили стильные лавочки и урны. Каким будет озеленение, посмотрим весной. К реконструкции исторического центра Палиха привлекли столичное консалтинговое бюро «Стрелка». План работ архитекторы составили вместе с жителями с учетом их пожеланий. Фонтан остался на прежнем месте, его обновили и покрасили. Оформили прогулочные дорожки. О ночной иллюминации позавидуют даже жители областного центра. Лаковая миниатюра ожила, а полотном стал сам поселок. Правда, не обошлось без нареканий. Недочет обещают исправить в следующем году. Неотъемлемая часть формирования комфортной городской среды – жесткое регулирование уличной рекламы. За магазинами, вывесками, афишами и растяжками зачастую скрываются прекрасные здания и памятники архитектуры. Ивановская мэрия объявила войну визуальному шуму и разработала дизайн-код, в соответствии с которым предприниматели должны оформлять свои витрины. Начали с двух центральных улиц – Красной Армии и 10 августа. Естественно, что за внешней красотой должно быть достойное содержание. Важное культурное событие года – первая фабрика авангарда. Фестиваль современного искусства вобрал в себя все самые свежие веяния в живописи, театральном мастерстве, дизайне и хореографии. Событие столичного уровня на Ивановской земле прогремело с невероятным успехом. В будущем году фабрику планируют повторить. Настоящий праздник для любителей телесериалов – фестиваль «Пилот» пришел в наш регион вместе с новым губернатором. Ивановцам выпала уникальная возможность увидеть первые серии на большом экране еще до премьеры на ТВ. На церемонии закрытия по ковровой дорожке прошли президент фестиваля кинорежиссер Валерий Тодоровский, а также именитые актрисы Ольга Кабо, Олеся Судзиловская, Алика Смехова. Важные события в сфере образования – открытие технопарка «Кванториум». В суперсовременном центре, оснащенном по последнему слову техники, юноши и девушки смогут изучать основы компьютерной графики, робототехники, программирование и даже аэромоделирование. Ежегодно там будут обучаться 800 ребят. Приятный подарок ждал в этом году и региональную медицину. В Иванове открылся диагностический центр женского здоровья «Белая роза». В нем представительницы прекрасного пола могут получить консультации специалистов, пройти комплексное обследование с целью выявления онкологии на ранней стадии. Желающих оказалось в разы больше, чем центр может принять. Записаться непросто и по сей день. К слову, на вопросы медицины ставку губернатор обещал делать и в будущем году. Ждем. К сожалению, в 2018-м не обошлось без тревожных новостей. Трагедия в Кемеровском торговом центре вызвала волну проверок по всей стране. Прокуроры вместе с сотрудниками МЧС инспектировали общественные места на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. Грубых нарушений в Иванове не нашли. Но мы продолжаем держать руку на пульсе. Ну и, конечно, не обойти федеральную повестку. Одно из главных событий в масштабах страны – пенсионная реформа. Несмотря на недовольство граждан, которое вылилось в массовое волнение и митинги, в том числе в Ивановской области, президент подписал законопроект о повышении пенсионного возраста. Отныне женщины уходят на заслуженный отдых 60 лет, а мужчины – 65. Одно из самых зрелищных и необычных событий для Иванова – снос бывшего мукомольного комбината. Посмотреть на взрыв элеватора собрались десятки горожан, а видео в интернете суммарно набрало больше сотни тысяч просмотров. В целом, 2018 для Иванова и области – год довольно плодотворный. Впрочем, немало масштабных проектов переходит и на грядущий – 2019. Чтобы оставаться в курсе событий, смотрите наш телеканал в наступающем году. Мы оперативно расскажем о самом важном и интересном, что происходит в Ивановском крае. Редакция телеканала РТВ Иванова поздравляет всех с Новым годом, желает здоровья и успехов во всех начинаниях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова